Всем привет! Меня зовут Наташа, и я рада видеть вас на моём канале, где я рассказываю о книгах. И сегодня я решила собрать для вас такую вот своеобразную подборку. А какую подборку я могу для вас собрать? Ну, естественно, детективов. И сегодня я немножечко решила устраивать происходящее, начиная от самого, скажем так, лайтового детектива и по восходящей, приходя к самому большому трэшу. И я надеюсь, что вы этот подход оцените, что оставите комментарий, а может быть, порекомендуете мне какой-нибудь новый детектив. Что ж, предлагаю долго не держать интригу и начать её всё-таки немножечко приоткрывать. Начнём с первой книги. Это Роджер Желязный «Ночь в тоскливом октябре». Ну, знаете, вот как бы да, как я обещала. Эта книга по уровню трэша, но тут вообще нет особого трэша. Это такая лайтовая-лайтовая книга. Я бы даже с натяжкой назвала это детективом. Всё начинается, да и, собственно говоря, вообще вся книга построена на том, что повествование идёт от лица пса, от лица фамильяра. Вторая важная оговорка — это фантастический детектив. Это такой детектив, больше построенный на фэнтези. И помимо того, что главный герой и главные, собственно, глаза, через которые мы смотрим на эту историю, — это пёс в моём переводе нюх. Он фамильяр своего хозяина, его хозяин — волшебник. Он, его хозяин и прочие другие люди, о которых мы ещё ничего не знаем, о которых мы будем узнавать по ходу событий, — они участвуют в игре. Большая, великая игра, в которой участники делятся на два лагеря. Соответственно, открывающие и закрывающие. Мы понимаем, что что-то, наверное, страшное произойдёт, если ворота открыть. Все события начинают вот так вот развиваться потихоньку-потихоньку и должны прийти к дню всех святых, соответственно, к 31 октября, в который и произойдёт вот этот вот знаменательный момент открытия-закрытия ворот. Важная ремарка. Тут помимо нюха, пса, есть ещё фамильяры других участников. И, собственно говоря, тут вот всё взаимодействие, оно построено именно на общении фамильяров. Тут есть и кошка, тут есть и уш, и сова, и ворона. Тут кого только нет, и они все разные. У них у всех разные характеры. Они все кто-то по доброй воле, кто-то не по доброй воле поддерживают своих хозяев и всячески стараются как-то содействовать тому, чтобы их хозяева пришли к успеху. Тут абсолютно разные герои, абсолютно разные, в том числе как бы не только колдуны, но и многие другие, скажем так, сверхъестественные существа. Это интересно, но немножечко награбождено. Самый для меня интересный факт. Эта книга является свободным продолжением про Шерлока Холмса. Что? Да? Нет, для меня, когда я это уже после того, как прочитала, узнала этот факт, я такая... А где там был Шерлок Холмс? Но я докапываюсь. Потому что там в книге есть великий сыщик. Ну, не знаю, мне не очевидно, что это Шерлок Холмс. Ну, великий сыщик и великий сыщик. Мало ли великих сыщиков, мало ли каких-то тенденций в книгах, где выделяют как раз-таки вот этого великого сыщика. Это далеко не вчера придумали, и не Конан Дойль, собственно говоря, мы это уже с вами знаем, мы это с вами уже проходили много раз. Этот момент меня не разочаровал, нет. Ну, в общем, короче, ввёл в замешательство. Когда в самом начале нам была дана затравка, затравка была классная. То есть прямо завязка, хорошо, мне понравилось, меня затянуло, меня затянул сюжет. И постепенно, когда мы приближались к концу, как-то мне становилось всё скучнее и скучнее. Ну, и концовка меня, не сказать, что разочаровала, но мне было скучно. Это вот мой такой вердикт относительно этой книги. Но хочу отдать должное всё-таки Роджеру Желязной, потому что написано это достаточно приятно, в таком каком-то стиле сказки. Очень хочется как-то вот погрузиться в какую-то вот эту вот тайну, магию. И в октябре вот эта вот какая-то магия. Это вот то, что нужно, это приятно, это интересно. Что ж, я бы не стала рекомендовать эту книгу, но если вы любите какие-то такие немножечко фэнтезийные, что-то похожее на детективы, то можете попробовать. А я предлагаю перейти к следующей книге. Следующая книга — это Шерри Лапенья «Посторонний в доме». Я обещала, что мы будем двигаться по восходящей к трэшу, собственно говоря. И ну вообще, если так вот, собственно, немножечко спойлерить, то вторая и третья книги для меня, они примерно на одном уровне трэша. Что ж, мы сейчас как раз-таки говорим о книге «Посторонний в доме». И что мы имеем в этой книге? В этой книге есть герои. Главные герои — это семейная пара, муж и жена. Но больше такую, скажем так, главную роль играет всё-таки жена. Она живёт в благополучном районе. Её муж, преуспевающий бухгалтер, хорошо зарабатывает. Он идёт к тому, чтобы стать партнёром в своей фирме. И вот в один из дней он возвращается домой, а дом открыт, жены нет, сумка брошена, телефон дома. Ужин прям вот так вот недоготовлен. У него возникают вопросы. А что, собственно говоря, произошло? Всё ли хорошо с его женой? Он начинает звонить в полицию. Тут же ему звонят в двери, сообщают, что его жена была найдена в их машине, что она въехала в столб. И она оказалась в каком-то абсолютно неблагополучном районе. Он, естественно, кидается в больницу к своей жене. И тут оказывается, что его жена ничего не помнит. Она не помнит ни, почему, собственно говоря, она вышла из дома, почему она всё бросила, что заставило её, собственно говоря, вот как-то прийти к такому решению, что заставило её, что её настолько напугало или наоборот, что случилось вообще, что произошло. Мы не знаем. Она не помнит. Муж в шоке, потому что, ну, что-то как-то вообще непонятно, что происходит, собственно говоря. Плюс начинают появляться какие-то вопросы о том, что вроде бы в дом кто-то проникал, а вроде бы и нет. Параллельно с этим, недалеко от места аварии, в этом неблагополучном районе, находят труп мужчины. И тут же следователи прямо кидаются и хотят связать эту женщину с этим убийством. Ну, собственно говоря, вот такая вот у нас завязка получается. И я не скажу, что мне было прямо очень интересно, потому что некоторые сюжетные ходы мне читались достаточно очевидно. Но сразу могу сказать, что большой... Ну, ладно, небольшой. Хорошо, господи, кого я обманываю? Итак, тут поднимаются такие вопросы. Скажем так, одним из мотивов, влияющих на повествование, будет прошлая жизнь жены, главного героя. Она прямо очень сильно будет определять происходящее. И он поймёт, что он не знает свою жену. Он не знает прошлое своей жены. У них слишком много тайн. И тут такой вот вопрос. А сможет ли он принять это прошлое? Сможет ли он понять свою жену? Ну, тоже, знаете, такой вот интересный момент, что секретики-то есть не только у жены. Секретики-то есть ещё и у мужа. И тут такой вопрос, в принципе, по ходу сюжета возникающий. Насколько вообще люди, которые состоят в браке, насколько вообще они готовы принять какие-то вот такие моменты, тёмное прошлое? Насколько вообще это тёмное прошлое влияет на настоящее? С одной стороны, казалось бы, да, мы сегодняшние – это продукт каких-то наших прошлых решений, каких-то выборов. Мы приходим в ту точку, в которой находимся, долго-долго двигаясь от этих выборов, и приходим к человеку уже с определённым багажом прошлого. То есть мы не можем прийти к человеку. Ну, можем, случаи бывают разные, ладно. Но в целом, как бы, получается, что когда два взрослых человека, которым не 15, не 17 и не 20 лет встречаются, у них есть за плечами какая-то история. И как бы тут такой вопрос, насколько люди готовы принять, скажем так, прошлое друг друга. Но ещё это тоже важный момент. Насколько люди готовы делиться этим прошлым? Ну, то есть, а имеет ли это какое-то значение? Важно ли то, чтобы было с вами, то, что происходило с вами? Насколько вообще это повлияет на будущую жизнь с вашим избранником? Может быть, это никак не повлияет? Может быть, не стоит об этом рассказывать? Тут такой вот интересный, в общем-то, собственно говоря, такая вот моральная дилемма, скажем так. И что касается, в принципе, этого детектива, я не назову его плохим, я не назову его гениальным, но он достаточно такой, он имеет место быть. И я не зря его, собственно говоря, выбрала в эту подборку. И на данном этапе я предлагаю перейти к третьей книге. Третья книга — это Гиом Мюссо, «Девушка из Бруклина». Тут у нас совсем такая немножечко другая история. Тут у нас вообще абсолютно другой язык повествования. Тут у нас такой романтичный детектив. Он такой... Ну, Гиом Мюссо, знаете, вот он романтик. Вот это единственное, что я вам могу сказать. Гиом Мюссо — романтик. И что ж, собственно говоря, «Девушка из Бруклина». Что нам с вами приносит? У нас имеется один успешный писатель. Ну, это лирическое отступление, не сильно сейчас влияющее на завязку. Имеется возлюбленная этого известного писателя. И он делает ей предложение. Он, собственно говоря, понимает, что это та самая женщина, с которой он готов разделить свою жизнь, своё прошлое. А у него... Ну, то есть, как бы тоже такая вот небольшая ремарка. У него есть от предыдущих отношений маленький ребёнок, которого он воспитывает. Не его бывшая женщина, а он сам воспитывает своего сына. И получается, что он готов разделить вот эту чудесную свою жизнь с сыном, со своей возлюбленной. Но случается такой момент, что она рассказывает ему о своём прошлом. И поначалу он очень сильно шокирован этим прошлым. Они ругаются. Она уходит из дома. Она уезжает. И у него проходит время. Он понимает, что он готов, собственно говоря, поговорить с ней об этом прошлом. Он готов услышать её точку зрения, что он зря поначалу очень бурно отреагировал. Он готов с ней поговорить. И тут оказывается, что женщина-то его пропала. Ну, естественно, он, будучи успешным писателем, чего бы вы думали, естественно, детективов. Он уже, имея богатый опыт, прекрасных друзей, которые ему помогали писать эти детективы, он такой решает. Сейчас я всё решу. Я поеду свою женщину найду. И если уж мне нужно разобраться в её прошлом, я разберусь. Вот, собственно говоря, вот такая вот у нас затравка. То есть получается, что у нас имеется две истории, в которых мрачные тайны прошлого повлияли на настоящее отношение. Но вернёмся к Гиому Мюсо, в принципе, и к повествованию. Писатель у него весьма успешно расследует это дело. Он погружается в такие дебри. Ой, там такие дебри. Слушайте, нет, с точки зрения какой-то синематографичности, это очень круто. Это прямо максимально хорошо, насыщенно, огромным наворотом историй. Но с другой стороны, я вот понимаю, ну вот писатель детективов без полиции расследует исчезновение своей любимой женщины. И весьма вот так вот успешно. Он такой, ха, пошёл, всё быстренько порешал. Какие-то злодеи откуда-то возникли. Он этих злодеев там со своим другом раскидал. Но меня, ну не скажу, что прям что-то удивило. Да, я прекрасно знала, на что я шла. Я знала, что Мюсо любитель вот таких вот каких-то историй. Я это прекрасно понимала, но немножечко так вот смотрела на это всё, и мне не хватало какой-то реалистичности. Да, там чудесное описание чувств, чудесное описание эмоций, чудесное описание чувства и эмоций вообще всех героев. Прекрасно красной нитью проходит тема детей, тема родительства, тема того, насколько жизнь разделяется на до и после, когда ты становишься родителем. Что вот это вот новое такое какое-то чувство любви, которое абсолютно безусловная любовь к ребёнку. Ты тоже вот очень замечательно подчёркну, насколько вот это вот все чувства, насколько они показаны замечательно. Это мне понравилось. Но вот именно какая-то детективная часть этого расследования, она была какой-то, знаете, слишком. Ну то есть слишком неправдоподобной, что ли. Слишком навороченной какой-то. Тут что-то было не то. Но при этом при всём всё так как-то ладненько, красивенько складывалось, что в конечном итоге пришло к определённому выводу, к определённому, скажем так, раскрытию тайн всех, что во второй книге «Постороннего в доме», что в этой книге всё-таки пришли к раскрытию тайн, и герои как раз-таки встали перед выбором. Но вообще, стоит ли принять, собственно говоря, прошлую жизнь человека? Насколько вообще они способны принять прошлую жизнь человека? Насколько они способны с этим жить? И знаете, мне понравилось в этих двух книгах, если их вот так вот сравнивать, то, что по сути здесь даны немного разные позиции. И я понимаю, что каждая из этих позиций имеет место быть. Я понимаю, что вот даже если бы вот так вот я столкнулась с какой-то такой ситуацией, в которой мне бы пришлось вообще понять, способна ли я принять какое-то прошлое своего возлюбленного или не способна, я подумала, что, наверное, я была бы способна принять. Но тут вопрос, знаете, в чём? Вопрос в том, соврали ли мне изначально. Я поняла, что если бы мне изначально мой возлюбленный соврал относительно чего-то в своём прошлом, он то есть не сел бы и не сказал, ну вот слушай, было вот так, вот так и вот так. Ну ты как бы как с этим? Ок-не-ок. Я бы сказала, ну мне нужно время подумать, я бы это как-то попыталась принять и, ну не знаю, приняла бы или не приняла, зависит от информации, скажем так. Единственное, действительно, чего я бы не смогла простить, это лжи. Я бы не смогла простить того факта, что мне солгали. Вообще ни под каким соусом, то есть как бы, ну если вы мне рассказываете, если мне как бы мой возлюблен рассказывает там по фактам что-то, что с ним произошло, я способна это понять, я способна принять происходящее, я не буду обесценивать его эмоции, чувства. Я понимаю, что у нас у всех совершенно разный эмоциональный порог, порог восприятия различных событий в жизни и прочего, и прочего, что у нас разные события бывают в жизни. Но единственное, действительно, чего я бы не смогла простить, это лжи. И это того, что мне бы изначально солгали, вот это вот я бы не смогла простить. Я понимаю это совершенно, но тут тоже, понимаете, тут каждая история, она индивидуальна, тут нужно рассматривать каждый случай. Таким вот образом я умудрилась от детективов прийти к какой-то чувственной стороне всего. Но это не я, это Гиом Мюсо меня на такое надолумил. И вот как бы мы вот так вот постепенно от лёгкой приятной сказочки глазами фамильяров перешли к отношениям. А теперь от отношений мы перейдём к четвёртой книге. Четвёртая книга у нас это Андреас Грубер «Сказка о смерти». И как я обещала, мы по восходящей вот этой вот лесенке трэша пришли наконец-то к апогею трэша, апогею того трэша, который мне пришлось прочитать в октябре. Первый факт об этой книге это то, что книга является частью серии про профайлера Мартена С. Снейдера. Мартен С. Снейдер, он у нас такой вот профайлер с абсолютно дерьмовым характером. Из плюсов этого героя то, что он совершенно гениальным образом выполняет свою работу профайлера. Он преподает в университете, кошмарит своих студентов до ужаса, но гениально выполняет свою работу. Он своим студентам дает дела, которые незакрытые. Ну, то есть, он прям по незакрытым делам, не по каким-то вымышленным делам, а по незакрытым делам, слушает их мнения, там, о мотивации убийц и прочее, прочее. И это не первая книга об этом герое. «Сказка о смерти» это третья книга об этом герое. Но это просто вам такое маленькое сразу же выступление, чтобы вы были готовы, если вы заинтересуетесь этой серией, чтобы вы сразу искали первую книгу. Я, к сожалению, сейчас не подскажу, как она называется, но имейте в виду, что перед «Сказкой о смерти» есть еще две книги. И после «Сказки о смерти» тоже есть еще две книги, которые я, возможно, со временем почитаю. Если попадутся, да, но специально их искать я не буду. Итак, что мы, собственно говоря, имеем? В этой книге у нас имеется серийный убийца. Серийный убийца и не просто серийный убийца, а прям такой вот любящий, достаточно кровавые места преступлений. Там есть тоже с некоторого рода особенности, скажем так, в этих убийствах, которые, собственно, и помогают героям объединить это все в серию. И что я могу сказать? Первые страницы, 150, я плохо понимала, что происходит, потому что, ну, так вот шло громко на повествование, нам постепенно, по чуть-чуть приоткрывали какие-то две параллельные линии сюжетные, и поначалу было сложно вообще понять, каким образом они пересекаются. Ты вроде бы читаешь о каких-то двух параллельно происходящих вещах, которые, как тебе кажется, вообще никак не связаны. Но потом я начала понимать, куда все идет, и во что все это выльется. И в какой-то момент, а нам так вот постепенно, по чуть-чуть, вот как луковицу раздеваем, приоткрывают сюжет, приоткрывают детали, сплетение. Я такие вещи очень сильно люблю. Я люблю, когда вот детали как-то так вот плавно, постепенно сплетаются, и тебя вот в эту вот сеть истории и сюжета постепенно затягивают. И ты уже в какой-то момент понимаешь, что без разгадки и без какого-то логического завершения этого сюжета ты отсюда уйти уже никак не можешь. Все, тебя подцепили на крючок интриги. И вот где-то к середине книги я поняла, что меня надежно подцепили на крючок интриги. И вот тут мне уже начало нравиться. То есть то, что происходило до этого, мне тяжело давалось, потому что тут еще за счет того, что две параллельные истории, тут еще идет очень такое жесткое нагромождение деталей, сюжетов. Но в какой-то момент, когда ты начинаешь понимать вообще, зачем все это сделано, я была приятно шокирована. Мне понравилось это нагромождение деталей, как это все вдруг слилось. Я поняла, что эти детали были нужны для того, чтобы правильно понять, скажем так, мотивацию преступника. В какой-то момент у меня был вопрос вообще относительно того, «А почему книга так называется?» Но потом мне на этот вопрос ответили. Сначала, вернее, у меня появилась моя теория. Я как бы эту теорию, скажем так, начала ставить на сюжет. Она красиво ставилась, но потом автор еще более изящным образом ответил на этот вопрос. А я люблю, знаете, когда не просто вот название с потолка взято, а когда оно как-то обыгрывается в сюжете. Вот я очень люблю такие вещи, когда каждая деталь, каждая брошена, какая-то фраза, что-то еще, какие-то детали, моменты нераскрытых тайн, потом вот выстреливает это ружье. Я люблю такие вещи. Немецко-голландский детектив вот этот вот, он такой вот мрачный, тяжелый и основательный. И в целом для меня этот детектив прям помимо того, что вот по обилию, скажем так, мрачных деталей, подробностей каких-то в преступлении и вообще по какому-то трэшу происходящему в сюжете, он стоит на вершине октября. То есть прям вот весь трэш, который происходил в детективах, он происходил больше всего именно в сказке о смерти. У меня получились такие максимально разные детективы в октябре, и этим октябрь для меня и стал как раз-таки интереснее. Я стараюсь не додумывать за авторов книг. Я стараюсь просто воспринимать то, что происходит. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчики, ставьте лайки, пересылайте это видео тем, кто любит детективы или тем, кто любит читать книги. Напоминаю вам, что все вот эти книги я брала в библиотеке. Видео про библиотеку, так как это два разных похода в библиотеку. Я оставлю ссылки на видео про библиотеку под этим видео, собственно говоря. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, я стараюсь писать в нем отзывы, стараюсь писать там побольше интересного. Что ж, огромное спасибо вам за то, что были со мной все это видео. Я надеюсь, что мои будущие видео вас не разочаруют. Пока-пока!